Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На следующей неделе ученики 6-11 классов в регионе будут обучаться дистанционно. Какие еще ограничения вводятся в Самарской области из-за распространения коронавирусной инфекции. Детский сад или новая площадка для игр. Жители домов на улице Шверника обсудили с городскими властями, что появится на месте старого футбольного поля. В День народного единства самарцы могли подробно узнать о службе на флоте из первых уст. На выставке, организованной на площади Куйбышева, опытом делились ветераны морской пехоты. За сутки в Самарской области зарегистрировали 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии 16 890. При этом почти на 30% превышенный ПИД-порог по ОРВИ. На оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение отправить учащихся с 6 по 11 классы на дистанционное обучение. Пока на неделю. Из сегодняшнего дня больным COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении, будут привозить лекарства на дом. Подробности в нашем сюжете. В понедельник после каникул в школы выйдут только ученики младших классов Самарской области. Учащиеся с 6-11 классов переходят на дистанционное обучение. Такое решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И пока это касается только периода до 16 ноября. Продолжат действовать ограничения по присутствию подростков на фудкортах в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Глава областного Минздрава Армен Бинян сообщил, что на стационарном лечении находится порядка 5300 больных. Около 15,5 тысяч человек лечатся амбулаторно. Сейчас в медучреждениях области создано 6013 ковидных коек. Свободно 13%. По поручению губернатора с 5 ноября самарцам, которые дома лечатся от коронавируса, начнут доставлять бесплатные лекарства. Первая партия в регион уже поступила. На приобретение медикаментов для этих целей получены средства из федерального бюджета по решению президента страны Владимира Путина. Мы уже забронировали все необходимые лекарственные препараты. Во-первых, их посчитали и распределили по моделям пациентов. Всего там получается до 9 разных вариантов группировки лекарственных препаратов. Это первое. Второе. Поставка лекарственных препаратов уже на счетах. И мы рассчитываем, что в течение 10 дней мы получим все необходимые лекарственные средства. И уже с середины ноября, с 15 числа, наши бригады начнут эти препараты задавать пациентам. Армадий Сокрович, меня это не устраивает. Получаем препараты. Все. Должны буквально через день они уже быть у больных. Да, пожалуйста, больным там описывайте, что есть комплекс, да, что к этому препарату дополнительно нужны ряд других препаратов. Пожалуйста, давайте лезть, скажи, что их нету. И они будут там через 5 дней, через 7, через 10. Объясняйте людям. Но препарат, которым нуждаются люди, 10 дней держать на складах, только потому что нам так удобнее, проще управлять, как вы сказали, я не согласен с этим. Также необходимо продолжить наращивать запасы лекарственных средств в аптеках региона. К проверочным мероприятиям подключилась областная прокуратура. По поручению губернатора на последнем заседании оперштаба присутствовала директор крупной аптечной сети. Она сообщила о проблемах в работе. Препараты, которые сейчас применяются для лечения SARS-CoV-19, они, конечно же, не были высоким, не обладали высоким спросом до эпидемического периода. И у многих производителей физически отсутствует возможность к выпуску требуемого количества препаратов. Но, тем не менее, мы работаем очень плотно, у нас очень много прямых контрактов с производителями. И сейчас, на этой неделе, наверное, сложно будет, но за следующей неделе пойдут поставки основных препаратов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что областные власти готовы оказывать полное содействие в решении проблем. Задача – отработать с поставщиками вопрос регулярной поставки лекарств в аптеки. В регионе продолжает увеличиваться число коек для лечения больных. Задействованы санатории. Модель работы санатория «Можайский», где развернуты 120 мест, будет распространена на другие курортные учреждения области. В ближайшее время в них будет создано 759 мест. Люди старше 65 лет и беременные женщины будут отправлены на удаленную работу. Для помощи тем, кто находится на самоизоляции, вновь привлекут волонтеров. Сейчас по области на дежурство выходит 89 активистов. 163 человека помогают медицинским организациям в административной работе. Виктория Шарая, События. Десятки самых юных дошкольников готовятся пойти в свой первый коллектив. Сразу в нескольких детских садах Самары завершаются работы по созданию новых ясельных групп. Возраст от года до трех лет – тот самый, когда ребенок делает первые шаги. И для многих семей важно, чтобы он в это время был под наблюдением специалистов. В каких условиях будут находиться малыши, увидел Олег Зверев. Это наша спальная комната. Детки будут здесь спать. Здесь тоже был проведен капитальный ремонт, замена полов, стен, покраска стен. Заведующий детским садом рассказывает, какие работы проведены в помещении для открытия новой ясельной группы. Здесь будут спать самые маленькие воспитанники до трех лет. Из семей, где маму пора отпустить на работу. Здесь они будут играть, а здесь раздеваться после прогулки. В детском саду номер 183 подготовка к помещению на 25 детей уже практически завершена. Сегодня детские сады, в которых создаются новые ясельные группы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь еще только начинается установка мебели. Интерьерные работы уже выполнены. Это детский сад номер 193. До середины ноября все обещают сделать. В новые помещения скоро придут 30 годовалых воспитанников. У нас есть действующая группа, и вот еще одна группа открывается. Ну сколько? Две. Вообще две ясельные группы. В 201-м детском саду работы в самом разгаре. Подрядная организация выполняет отделку интерьера, чтобы уже в конце месяца сдать два помещения под ключ. Каждый будет рассчитан на 30 малышей. Пока спортамент нам ставит задачу 25 и 25, но мы умещаемся в 60 детей. Или еще раз повторюсь, потому что норма 2,5 килограмм метра на ребенку. И как раз эта группа 62, это будущая группа 57 килограмм. Мы вполне по 30 детей можем запоминтовать. На финишной стадии и отделочной работы в детском саду номер 140 проводится монтаж потолочного покрытия, дверных и оконных проемов. В санузле необходимо завершить плиточные работы и установить этажерку на 30 горшков. Вся мебель, игрушки, все уже есть у нас. Техника, все в наличии. А сколько здесь будет группа? Сколько человек? Здесь на 30 человек площадь позволяет. В этом году в Самаре будет открыто почти полторы тысячи ясельных мест в детских садах. Таковы показатели национального проекта «Демография». Новогодние праздники самые маленькие самарцы встретят уже в своем первом коллективе. Есть показатели по национальному проекту «Демография», в том числе об открытии новых ясельных групп. В этом году мы проводим ремонтные работы в уже существующих детских садах и докомплектовываем ясельные группы. Больше 1400 ясельных мест. Но я думаю, все замечания будут устранены и дети пойдут в хорошие, светлые, теплые, красивые помещения. Все работы выполняются в медицинских масках со строгим соблюдением санитарных норм, которые в дальнейшем будут только усилены. Все-таки здесь готовят места для детей самого нежного возраста, которые только еще встают на ноги. И от их здоровья сегодня зависит вся будущая жизнь. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Детский сад во дворе или благоустройство игровой и спортивной площадок. Спорная ситуация возникла у жителей дома номер 14 по улице Шверника. Которые разделились на две группы. Одни поддерживают строительство дошкольного учреждения в шаговой доступности, а другие против. Свои аргументы жители высказали на встрече с городскими властями. Подробности в следующем сюжете. Активная дискуссия жильцов. Результат известия о строительстве детского сада во дворе дома 14 по улице Шверника. Здесь может появиться дошкольное учреждение на 135 мест, 40 из которых ясельные. В рамках национального проекта «Демография». На встрече с жителями соседних домов городские власти рассказали о планах по развитию этой территории. Как отметил руководитель департамента градостроительства, детский сад в этом месте планировали построить еще в советские годы. Жителям была доведена информация о том, что все строительные мероприятия здесь будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, на основании полученного разрешения на строительство, а также в соответствии с утвержденным ранее проектом планировки территории данного квартала. Жители, в свою очередь, выразили свое беспокойство. Одна группа приветствует появление детсада в шаговой доступности. Другая – за сохранение на придомовой территории зоны отдыха, игровой площадки и парковочных мест. К тому же, отмечают горожане, во дворе и так немного места для проезда и парковки автомобилей. А с появлением еще одного здания станет теснее. Тут же еще меньше места будет, да? Представьте себе, сейчас нет места. Машины стоят на аварийках, сейчас вот каникулы и пробок нет, потому что люди не едут. Горожанам пояснили, что сейчас существует ряд программ по благоустройству, благодаря которым можно сделать комфортное общественное пространство зонами отдыха для детей и взрослых, отремонтировать дорогу и оборудовать парковку. Мы на протяжении нескольких лет людям говорили о том, что есть программа содействия, есть программа «Городская комфортная среда», есть программа «Твой конструктор двора». И в рамках этих программ можно и смотреть, и улучшать жизнь, делать и детские площадки, и благоустройство во дворах. Дальнейшую судьбу двора теперь будут обсуждать на встрече инициативной группы жителей с городскими властями. Первое заседание в Департаменте градостроительства состоится уже сегодня. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре входит в завершающую стадию, как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Рабочие уже выполнили все земляные работы, продолжают устанавливать большие стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек». Что еще появится в обновленном сквере, узнала Лариса Шлафаст. Сквер Аксаковых в Самаре преображается буквально на глазах, когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Сквер с пятью фонтанами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Как идут работы, проверили глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Здесь уже выполнены все земляные работы, специалисты продолжают устанавливать стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек», которую написал отец Григорий Аксакова. Во время раскопок здесь обнаружили старинную кладку. Оказалось, это печь дома Аксаковых. Ее решено сохранить. Мы приняли решение все-таки открыть для всеобщего доступа вновь открывшиеся фундаменты, и для этого нужны определенные работы. Но, тем не менее, работы ведутся, работы ведутся достаточно активно, и сквер, конечно, получится крайне интересным. Следующая точка – сквер Устинова. Это одно из предполагаемых мест для размещения мемориала генералам-фронтовикам, родившимся или похороненным в Самарской области. В результате архивных поисков удалось установить имена 177 уроженцев региона, участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава вооруженных сил. Остается решить организационные вопросы и определиться с местом установки памятника, а также с архитектурным решением будущей скульптуры. Мемориал планируется разместить в центре города, в непосредственной близости к площади Славы, Вечному огню и Аллеи маршалов. Мы, по сути, делаем ноу-хау. Никто и никогда такой работы не проводил, и ни в одном регионе России нет на сегодняшний день памятного мемориала, знака, который бы увековечивал уроженцев этой территории, высших имевших воинские специальные звания, участников Великой Отечественной войны. Мы первые. Я уверен, что наш опыт будут перенимать и другие регионы. Нам очень важно, чтобы это был не просто монумент, еще один появившийся в городе, а чтобы он действительно был знаковым, чтобы он находился там, где это максимально органично. Открыть новый памятник планируется в 2021 году. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. На фоне выборов в США курс доллара упал на 0,57% до 80 рублей. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября превысила 12 триллионов рублей. Несмотря на кризис и пандемию, незаконные схемы по обналичиванию средств с использованием исполнительных документов наращивают популярность. Российские банки предупредили россиян о возможных трудностях. Более подробно смотрите в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарея. На фоне выборов в США курс доллара упал на 0,57% до 80 рублей. А евро снизился на 0,41% до 93 рублей 34 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки «Бренд» на лондонской бирже снизилась на 1,03% и составила 40 долларов 55 центов за баррель. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября превысила 12 триллионов рублей. Наличные деньги вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост – 28,5% в годовом выражении. Такого не было с 2012 года. Несмотря на кризис и пандемию, незаконные схемы с использованием исполнительных документов наращивают популярность. Вскоре банки получат новые инструменты для блокировки таких схем. За 9 месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос почти в два раза, сообщил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. По его словам, объем таких сомнительных операций постоянно растет. Хотя в целом обналичивание в незаконный вывод средств через банки падает. Российские банки предупредили россиян о возможных трудностях. Участников финансового рынка в России ждут непростые времена. Экономисты проанализировали несколько ключевых показателей работы отечественных банков. В большинстве из них наблюдалось явное снижение. Например, средняя рентабельность валовых активов составила менее 1% за минувший год. Аналитики полагают, что это произошло из-за необходимости доформирования резервов на возможные потери по сомнительным кредитам. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самаре проходит финальный этап приема благоустройства улицы Старозагора. Представители профильных департаментов совместно с сотрудниками муниципального бюджетного учреждения дорожное хозяйство выявили ряд недочетов в ремонте. Устранил ли их подрядчик, расскажет Елена Малютина. Елена Елена живет на улице Старозагора около 20 лет. Говорит, когда-то здесь был красивый прогулочный бульвар, который со временем пришел в негодность, как и дорога, расположенная поблизости. Ее часто латали и перекладывали в верхние слои асфальта. Улица требовала полноценного комплексного ремонта. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году привели в порядок участок от советской армии до Воронежской, в этом году до Ташкентской. Заменили асфальт на площади 75 тысяч квадратных метров. Отремонтировали тротуары. В местах массового притяжения людей обустроили порядка 9 тысяч квадратных метров плитки. Привели в порядок и газоны. Позаботились о безопасности. Заменили дорожные знаки и установили более 6 километров перил. Все изменения согласовывались с ГИБДД и представителями профильного департамента Самары. Благоустройство жителей радует. Сейчас хорошая погода. Я с большим удовольствием иду по улице Старозагора, даже до проспекта Кирова, чтобы вообще пройти с пешком. Отремонтировали хорошо, дороги сделали хорошие. Особенно хорошо, что сделали вот эти заграждения, что ни машины теперь не могут заехать, ни люди не могут перебегать. Я вообще-то сама работаю в школе и учу детей соблюдать правила дорожного движения. Сама их соблюдаю. Автомобильную загруженность улицы Старозагора учли. В проект внесли дополнительные заезды для общественного транспорта, расширение проезжей части, все обустраивалось с учетом инженерных коммуникаций, прибавилось и число парковок. На всех этапах благоустройства ввелся строгий контроль представителями общественности, профильными департаментами и кураторами муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Все работы выполнены в срок. Подрядчик по контракту жизненного цикла обязан всесезонно содержать дорогу и следить за ее состоянием на протяжении трех лет. На финальном этапе приема благоустроенной улицы выявлены незначительные недочеты. Подрядчик их устранил за свой счет. При приемке работ, при выполнении работ возникают какие-то нюансы. При укладке асфальтобетонной смеси, при укладке плиточного покрытия, в том числе для слабовидящих. На этапе финальной приемки были определенные широковатости при выполнении работ. Сейчас подрядная организация проинформировала заказчика об устранении имеющихся замечаний. В среднем на устранение каждого недочета дается от трех дней. Для приемки используется трехметровая рейка для проверки ровности покрытия, также курвиметр и металлические рулетки с использованием также лазерных приборов для точности измерения. Все замечания у нас устраняются в кратчайшие сроки, потому что это влияет также на приемку. Это буквально прям мелочные замечания какие-то, которые не кардинальны, но все же для качества выполнения работ обязаны быть устранены и для общего эстетического вида. Финальный этап приема благоустройства улицы Старозагора завершится до конца текущей недели. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Помогут ли обманутым дольщикам и многодетным семьям Самары обрести жилье? Эти и многие другие вопросы обсудили на приеме граждан, которые провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Собравшиеся вспомнили недавний скандал вокруг хореографического училища областного центра и обратили особое внимание на коллективную жалобу родителей, воспитанников детского сада 265 Куйбышевского района Самары. Насколько оперативно решаются наболевшие вопросы, узнала Ольга Павлова. Вы работали недобросовестно, вы осуждены за мошенничество. Мы получили большое количество дольщиков, с которыми по сей день вынуждены заниматься. Бывший гендиректор строительной фирмы «Монтек» Валентина Бочарова, осужденная 4 года назад за мошенничество в особо крупном размере и отбывшая свой срок в колонии общего режима, пришла за помощью. Говорит, за время ее отсутствия на свободе произошло хищение квартир по адресу заводской шоссе 57В, предназначенных для детей-сирот. Вместе с Министерством строительства Самарской области мы это отработаем, а также отработаем списки дольщиков, потому что, увы, нередко сталкиваемся с ситуацией, когда под сурдинку правильных и благородных вещей кто-то обделывает свои грязные делишки. У нас есть уже конкретные примеры, есть уже возбужденные уголовные дела. Изучить непростую ситуацию пообещала и советник губернатора области по вопросам обманутых дольщиков Светлана Дроздова. А вот скандали вокруг хореографического училища Самары, по словам Александра Хинштейна, должны разбираться в прокуратуре и суде. В середине октября учащихся 5-х и 7-х классов освободили от занятий под предлогом репетиции на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Позже выяснилось, дети выступали на частной вечеринке в честь дня рождения дочери известного самарского бизнесмена. Мама одной из воспитанниц хореографического училища Натальи Третьякова до сих пор не может поверить в реальность происходящего. Ребенок у меня в шоке, например, был. Почему нас заставляли хлопать этой девочке? Что это за девочка? Я ее не знаю. Почему я должна ее поздравлять? Ни один человек не поверил, что на частную вечеринку, где только за арендой малого зала оперного театра было заплачено 170 тысяч рублей, в рамках большого концерта привезли воспитанниц хореографического училища и за это организаторы частной вечеринки не заплатили. Помочь депутат обещал у многодетной семьи из Самары. Шесть лет назад пару с детьми переселили из Ветхого фонда Ленинского района в железнодорожный район города. Оказалось, семье выделили больше квадратных метров, чем положено по закону. Теперь многодетной маме и отцу предлагают переехать в однушку в шестером. Семья против. В ремонт своего жилья они уже вложили более полумиллиона рублей. Наравня с депутатом решением наболевшего вопроса займутся и власти городского округа Самара. Решение мы найдем и, к сожалению, очень много обращений, связанных с жильем людей. Все они нетривиальны и с каждым нужно разбираться детально и в ручном режиме. Всего за 2020 год в общественную приемную депутата поступило более полутора тысяч звонков от жителей Самары области. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. В день народного единства самарские ветераны морской пехоты презентовали свою общественную организацию. Несмотря на удаленность от морских границ, в регионе немало выходцев из морской десантуры. Только в Самаре порядка четырехсот. В преддверии дня ВМФ России десантники рассказали о своей работе на гражданке. Познакомили гостей выставки. Десятилетию парада памяти посвящается с именами героев морпехов. Подробности у Кульфии Сафиной. О службе в Балтийске самарец Валентин Камделаки может говорить часами. Прошло уже четыре года после демобилизации, а воспоминания по-прежнему свежи. В армии именно ему выпала честь представить российский флот президенту Владимиру Путину во время парада ВМФ в Калининграде. А сегодня Валентин один из самых молодых членов Самарской организации ветеранов морской пехоты. В праздник единства на месте экспозиции десятилетию парада памяти посвящается. Он рассказывает гостям выставки о силе морской десантуры, о работе движения ветеранов на гражданке. Я посчитал, что был период времени, когда мы служили, это было одно. Но на гражданке тоже, можно сказать, своя политика и так далее. И кто, как ни морская пехота, поддержит везде и всюду. И там, где мы, там победа. Поэтому вот очень хорошо, что есть такая организация и те люди, которые это создали в Самаре. Ритм задает юноармейский отряд барабанщиков. Презентация организации ветеранов морской пехоты по случаю грядущего дня ВМФ символично прошла в преддверии юбилейного парада памяти, который вот уже 10 лет проходит по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В этом году из-за сложной эпидобстановки парад пройдет в режиме онлайн. Ежегодно в шествии принимают участие и морские пехотинцы. Десант – это особая стезя. Задача морских пехотинцев – захватить плацдарм и удерживать его до подхода основных сил. В это время на десант обрушивается значительная огневая мощь противника. Отсюда и выучка особая, психологическая устойчивость морских солдат. Архивные киноленты, сборка и разборка автоматов, презентация материалов АВМФ России – гордые имена героев. Сегодня в движении ветеранов морской пехоты 123 воина запаса. Коллектив ежегодно растет, присоединяются и только отслужившие. Общественники рассказывают молодому поколению, что служить в армии не только полезно, но и престижно. Кульфия Сафина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok